Телефонный звонок с просьбой освободить гараж в квартире пожилого отца Татьяны Лёткиной прозвучал в апреле. Он, мол, расположен на земле, которая была передана Жилстрою-1 для застройки решением сессии горсовета еще в конце 2013-го. На решение вопроса было выделено три дня. Представители компании даже предлагали свою помощь в переносе. Только вот куда двигать гараж, Татьяна не могла понять. Вокруг территория водоканала. Товарищи, по несчастью, у женщины отыскалось еще человек 5. Все жители дома по улице Малиновской, 17А, который до недавнего времени был подведомственным водоканалу и лишь в начале года перешел на баланс города. Гаражи все посносили. Моего отца и тех людей, которые тут проживают. Гаражи по полвека стояли. Мой отец тут проживает 33 года. Вот он стоял еще при советской власти. Генеральный директор Петросов за хорошую работу ему разрешил его поставить. Теперь это не надо. Зато предприятие водоканал на своей территории разрешило поставить боксы 15, которые принадлежат дому по Малиновского, 19, на которых нет документов. Насколько законны действия застройщика, Татьяна пыталась выяснить в ГАСКе и других государственных структурах, куда она отправила обращение. Из полученных ответов следовало, что подготовительные строительные работы, установка пробных буронабивных свай, которые начались вблизи дома по Малиновского, 17А, Жилстрой-1 производить не имеет права. Это выяснила комиссия ГАСКа, которая выдала предписание остановить работы. Работы продолжаются. Еще больше техники. Вырубывают деревья, сносят наши погреба. Все убирается. А что будет с людьми здесь, никому не интересно. Куда человек машину поставит, как сюда скорая помощь заедет. Если лаборатория делится, она рано или поздно делится. А еще волнуется женщина. Дом может просто не выдержать стройки. Ведь внешним стенам около 130 лет, а внутренним более 50 и все время без капремонта. При этом каких-либо общественных слушаний не проводилось. Разрешение жителей никто не спрашивал. Единственное, что предложили в компании – сделать ремонт подъезда и поставить детскую площадку. Беспокоиться за жилье не стоит, а вот согласования с жильцами не предусмотрены процедурой, поскольку дом по Малиновскому – не частная территория, говорят «Жилстрой-1». Что касается строений, которые находятся на нашем проекте отвода, мы проводили анализ и на сегодняшний день убеждены в том, что ни одного документа, подтверждающего легитимность нахождения этих объектов на данной территории, нет. И они, соответственно, относятся к разряду временных сооружений. Что же до проводимых работ, для них вполне достаточно решения сессии. Ведь сейчас, по словам заместителя председателя правления отреста «Жилстрой-1» Константина Сивухина, проходит разработка проектно-смертной документации. А активность на строительной площадке связана с исследовательскими работами. Здесь когда-то была пойма реки Немышли. Заливаем буронабивные сваи для того, чтобы сделать заключение и, соответственно, произвести впоследствии расчет нагрузки на фундаментах. Но это даже неподготовительная работа. Это своего рода исследовательские шаги. Между тем, юристы не во всем согласны с застройщиками. Если гаражи и погреба чаще всего действительно оказываются самостроем, слишком сложно получить полный пакет документов для таких построек, то с общественными слушаниями все сложнее. Законом прямо предусмотрено, что когда разрабатывается проект на строительство, проходит ряд согласований и с различными органами, и в том числе с жителями той местности, где проводится данное строительство. И в процессе согласования этого проекта и проходят такие общественные слушания. То есть общественные слушания, они могут быть лишь только до начала строительства. Да и решение сессии, говорит юрист, для проведения подготовительных строительных работ, которые зафиксировала комиссия ГАЗ, недостаточно. Конфликт же советуют решать с помощью обращений и запросов в инстанции, в том числе и мэрию, которая должна инициировать общественные слушания. Оксана Нечапаренко, Алексей Антонов, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости.